Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня покажу самый, наверное, простой способ, как уменьшить длину джинсов. Не знаю, может быть это и возможно для брюк, скорее всего возможно, но с джинсами связано то, что здесь идет такой оригинальный шов. И хочется сохранить их, то есть не вот так вот подгибать и там что-то вот так вот было, да, некрасиво, а хочется, чтобы вот этот шов, он остался, то есть вот эта вот длина, все. И вам я сегодня покажу, как это все делается. Например, вот здесь вот, да. То есть это оригинальный шов. Сегодня, значит, будет видео о том, как сохранить оригинальный шов и сделать длину станины джинс короче. Вот у меня джинсы, которые нужно укоротить. Видно, да, что тут длина такая уже. Для этого первым делом нам нужно измерить, насколько нужно уменьшить. Если у вас есть, кто может помочь, то, конечно, вам проще. Так, вот примерно мы отметили, на какую длину нам нужно уменьшить. Теперь нам нужно погладить, как только мы померим, на какую длину выворачиваем, то есть кладем, они вывернуты у нас, и чтобы длина была одинаково двух брючин. Проглаживаем их с внутренней стороны. Ну, а теперь покажу хитрит, хитрит, секрет хитрой подшипки. Мы заправляем машинку, все делаем, все как положено, и будем шить. Не больно-то где, я специально взяла мел, мы будем шить вот здесь. Все швы полностью в круговую, мы должны пройтись вот здесь, ведь ровно вот по этой полосе. Заправляем машинку. Вставляем. Если вы не уверены еще в своих силах, то есть первый раз, можно закрепить вот эту часть, чтобы она не лозила булавками, иголками. Так как мы прогладили, она уже гулять никуда не будет. Специально показываю медленно, чтобы было понятно. По мере продвижения распрямляем это все. Думаю, наверное, все понятно. Ничего здесь сложного нет. Несколько советов по подшипке джинс. Если вы помедлили, и у вас лишнее вот это, никогда не делайте впритык. Если вы особенно носите каблуки, всегда оставляйте хотя бы сантиметров 5-6 на каблуки. Вы мерите, если дома, то сделаете замер длину джинс, то вы их делаете без каблуков. На каблуки нужно всегда рассчитывать. У кого какие каблуки. Если у вас вся одежда с каблуками, там сантиметров 9-10, оставляйте 9-10. То есть вы померили 9-10 и рассчитывайте, что у вас еще будет каблук. Никогда не делайте впритык. Хотя при этом способе можно и распороть, и заново переделать. Но зачем это вам нужно? Поэтому всегда обращайте длину и оставляйте на длину каблука. И если у вас разная обувь, то оставляйте длину на самую высокую длину каблука. Никогда не помешает. Когда очень короткие брюки, джинсы, то есть, это некрасиво смотрится. Когда я мерю длину, то сначала я обмеряю одну штанину. То есть не обязательно две подгонять. Потом берем линейку и смотрим. Так, 5 сантиметров. На этой штанине тоже так же откладываем 5 сантиметров с двух сторон. С этой стороны, с этой стороны. То есть, чтобы две стороны были одинаковые. А две стороны мерить две штанины имеется в виду. Смысла я не вижу. Все, закончила я сшить. Теперь убираем разные ниточки. То есть, вывернули на другую сторону. Это все остается с внутренней стороны. Если она у вас очень длинная, такая бывает, уже не очень приятно ее носить. Хотя в этом ничего страшного нет. Она находится внутри брючины. Вот. Ее можно отрезать и здесь проверложить. И с этой стороны вот здесь вот зашить. И вообще, я, конечно, сейчас с этой стороны зацеплю. Здесь несколько, два стежочка. И с этой стороны два стежочка. Чтобы она просто при ходьбе, например, так вот не выпадала. То есть, она всегда будет в таком состоянии. Внутри я отрезать не буду. Потому что, во-первых, она не мешает и не очень большое расстояние. Если было бы большое, на многих, не на многих, а на некоторых брючинах я отрезала и оверложила. Здесь это не нужно. И к тому же, это хорошо делать детям. Потому что дети растут. И, например, он вырос. Вы можете распороть и удлинить. То есть, здесь у вас еще есть. И это не мешает. То есть, у меня все джинсы так подшиты. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что то, что находится внутри, нисколько вам не мешает. Если, конечно, это вот не такое расстояние. Так. Теперь нам осталось отгладить. Подшить вот эти два уголочка, которые я говорила. Там стежочек сюда, стежочек с этой стороны. И все. То есть, оригинальный шов остался. Вот еще джинсы у меня, которые я сделала этим способом. Просто здесь было очень длинше. Я, видите, отрезала и оверложила. Я их уже года два нашу. То есть, видите, практически незаметно, как будто так и было. А если бы мне пришлось отрезать, это было бы не так хорошо. И не нашла бы я этого цвета нити. И не сохранила бы вот это вот то, что это было уже фабрично. Как будто бы потертость. Ну что ж, надеюсь, видно разницу. То, что было и то, что есть. И это буквально занимает, по крайней мере, у меня. Потому что я давно это делаю. Без времени на подготовку машины. Там, туда, сюда. Ну, минут 5-7. То есть, никаких вообще проблем. Раньше я это отдавала в мастерскую. Это нужно было идти, забирать, платить. Сейчас это, по-моему, стоит рублей. Наверное, 250 у нас. А тут за 5 минут раз-раз и готово. Всем спасибо за внимание, девочки, мальчики. Надеюсь, вам пригодится этот урок. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok